здравствуйте друзья гости канала и все кто неравнодушен к поросятам свиноматкам и всему тому что можно содержать как говорится в домашних условиях без походов магазин значит что сегодня у нас 8 число полет нормальный нашим поросятам 1 2 3 4 сутки пошли до нашим поросятам четвертый сутки только чувство уже неделя прошла бегаешь целыми днями и ночами возле них мамулечка наши молодец немножечко давайте расскажем про чуню чуня у нас покупалась еще с двумя такими же чуньками вот чуню мы оставили одну забили одна у нас просилась даже лучше чем чуня но и продать как свиноматка вот смотрите как поросята давится видите она легла а это здесь ходит а если бы она легла ближе к стенке этот бы бегал он мог бы не успеть выскочить так ну вот мы кушаем это мы уже по второму кругу кушаем только они ели это так кто доел кто не доел ну уже с сиськами они наконец-таки разобрались всем хватает эти 9 поросят 14 сисек первые дни конечно было им тяжело сейчас они хоть разобрались где чего-то на рыжая девка пошла в поиски своей сиськи сейчас разнесет ведь все это артиллерия сейчас будет искать сиську как я уже сказал что мы мы им прокололи там я уже и здесь виду и в тетрадке виду и говорю она и покормила уже чуня у нас серьезная мадам кормит строго по расписанию никакого баловства и здесь не допускаем и дачу ничка на конечно надо погрызть поставили мы ему же воду она на 1 на 2 день мы им прокололи железо в прокололи витаминов по два кубика кайну я им еще диспар кола для профилактики тюня не ломай кормушку вот свинья задним но проколол им диспар кол потому что предыдущие опоросы у нас был сальмонеллез калибактериоз одной из двух вакцину привезли на вакцину я чуть вот так вот и все вот она свинья это даже не коза это свинья ну и как вот тебе надо было делать чтобы ты не ломала это свиная маленьких кармуська ну так новый круг но это ладно это ерунда может его не затянул сильно но вот сейчас мы будем уже кормуху потому что там очень вкусненько чуня дай я расскажу все а потом ты будешь свои порядки наводить вот прокололи железо витамины прокололи диспар кол для профилактики все поставили кормушку пришла к нам кормушка вот такая кормушка ты чисто для подсосных поросят немного она конечно недоделанная сейчас я тупо на саморезы присверлю ее и никуда она не денется тут она уже внизу там сковырнуть не сможет хотя тоже сможет это чуня насыпан у них там пресс-стартер именно для маленьких поросят с нуля до 45 дней вот водичка у нас стоит кипяченая чуть-чуть добавляю лимон очки опять же для профилактики там кинули уголем этот обычный древесный уголь кинут малой убегай мало интересный уголевод сейчас только утром кинул солому вот они в ней как говорится там что-то восковицы интересно для них что-то новое сегодня по плану клыки и хвосты ну посмотрим со временем что у нас получится так что вот так чуня у нас кушает хорошо козы ей в этом помогают сыворотку мочу не добавляем малым еще рано все-то либо давать пусть воду пить начнут научиться как говорится все поросята ни на каких ни кашах ни на чем ерундой мы не занимаемся вот сейчас полтора месяца пурина потом пойдет либо бмвк пурина либо у меня там есть nutrition премикс ячмень пшеница горох и все эти свинок мы всех оставляем себе оставляем на откорм посмотрим их прирост и привес и но я думаю к 6 максимум к 7 месяцам по сотке они будут я не думаю я знаю уже все это уже у нас как у 5 или 6 опороз не уже в принципе понятно относительно так здесь у нас только две девки две рыжие девки вон одна он там трясется вот она вторая ложка это все остальные пацаны 7 пацанов будем кастрировать тоже сами уже будем кастрировать потому что что так они будут орать что не будет стресс кто-то приедет еще возьмет там две тысячи минимум за кастрацию что мы с ольгой потихонечку чик-чик скальпели куплены нитки куплены для обработки все куплено так что все нормально мало интересны полосать такой крупненький сравнение с другими полосатиками и такой вот он интересный вырезались у нас уже начинаются игрульки потихоньку мы балуемся бегаем это вот что они поели поздно как говорится начал снимать а тут они носились как положено все улеглись свинота на свинота он осталось чтобы они приучились есть начали есть как говорится с кормушки вода и там пытаются но суют еще на не понимает пока не понимает им хватает мамкиного молока вот мы начинаем чуть пить пробовать тут это уже вопрос времени кормушку ногами ну вот она пословица свинья за стол ноги на стол а а если сделать выше кормушку они ногами лезть не будут все вот такие дела у нас друзья там куры кудахчат козы доятся сейчас уже скоро будем этим молочко давать да не у нас сейчас быстро поднимутся все сейчас укладываем все кладрык все все тихий час чуть потрясают вас ребята но ничего лампа опущена все есть так чуня навела свои порядки до супом чего не отсюда это это чуня все от поросились мы хорошо даже не стал и антибиотики после опороса делать за три часа от поросились послед быстро вышел тут же ночью как говорится к часу даже до часу уже все было как говорится готова молодчинка чунька тоже мы кушаем только сухое премикс у нас именно для лактирующих ячмень пшеница соевый шрот у меня еще остался и подсолнечник жмых ну и чуни я добавляю обратно все таки обратно я чуть добавляешь молочка побольше было кабачки и мы едим вчера дыньку ели да чуня и сегодня ела дыньку да ну не саму дыню естественно корочки подумают свинью дынями кормлю вот все сегодня вечером снимем ролик клыки хвосты и все принципе у нас все по плану тут еще пару-тройку дней они уже станут самостоятельные поросят да чука все всем пока